всем привет меня зовут гульнас и в эфире рубрика 6 хэппи нас и сегодня мы с вами научимся шить прекрасное нежное домашнее платье с кружевом не бойтесь она очень легкая и у вас обязательно все получится и еще если вы сшили что-то по моим видео урокам то обязательно публикуйте свои работы в instagram с хэштегом смотри хэппи нас я обязательно посмотрю на ваше творение и опубликую их на своей странице прежде всего нам конечно же понадобятся лекалы из которых мы будем шить это домашнее платье понадобится полочка передняя половинка и спинка задняя половинка без рукава чуть позже мы эти лекала смоделируем и превратим в сарафан где можно найти эти лекала можно снять выкройки журналов они рассчитаны на стандартные типовые фигуры поэтому возможно эти лекала не будут иметь идеальной посадки на вашей фигуре и будьте к этому готовы возможно вытачки будут не на том уровне либо лекала в целом будут шире чем вам нужно но и другие дефекты поэтому лучше всего конечно построить лекала на свою индивидуальную фигуру построить их вы можете по любому учебнику по конструированию женской одежды но я построила по своему пособию по конструированию женской одежды в нем вы найдете подробную инструкцию и пошаговый алгоритм построения и множество иллюстраций это пособие понравится вам особенно если вы новичок поскольку по нему вы сможете легко и просто построить свои первые лекала ни один учебник не дает такой подробной и понятной инструкции пособие стоит 250 рублей для того чтобы заказать его напишите мне на почту happy нас собачка gmail.com когда вы построите и создадите свои базовые лекала базовую конструкцию вы сможете делать с ними что угодно шить из них не только простые платья но и моделировать и превращать совершенно другие формы и фасоны поэтому иметь такие базовые лекала необходимо следующее основная ткань из которой мы будем шить я сегодня буду использовать легкую атласную ткань которая называется armani satin также ее называют атлас шифон или шелк satin на самом деле шелка в нем нет это искусственный шелк с небольшим добавлением эластановых волокон силу чего он немного тянется но несмотря на то что ткань синтетическая она очень комфортно в носке она невероятно приятная к телу нежная мягкая прекрасно струится драпируется вы ее практически не ощущаете на теле расход такой ткани вы замеряете длину желаемого изделия от верха до низа верхнюю точку платья мы определим чуть позже и еще 15-20 сантиметров на обработку срезов для того чтобы раскроить обтачки и бретели украшать низ платья и область горловины мы будем кружевом это кружево из интернет-магазина фабрика ширина твой кружева 28 сантиметров и чем удобен именно такой двусторонний вид кружева вы можете разрезать его вдоль на две полоски и вы получаете двойную экономию ткани качество мне очень сильно понравилось прекрасный нежный рисунок мягкая и приятная на ощупь ткань и самое главное мои любимые реснички с двух сторон они продают изделию большую нежность из такого же кружева я шила для себя домашнее боди и теперь протестировав могу с уверенностью сказать что она очень комфортная приятная и долговечна самое главное бережно относитесь к нему у меня часто спрашиваете о магазинах которых я заказываю ткани так вот интернет-магазин фабрика я с уверенностью могу вам порекомендовать там есть все что необходимо для пошива и белья фурнитура резинки застежки бретели ну и разумеется большой ассортимент кружева и я точно знаю что буду заказывать у них снова и кстати цены у них очень доступны поэтому скорее переходите по ссылке смотрите заказывайте потому что ткани очень быстро разлетаются ссылку на группу вконтакте а также страницу в инстаграм и телефон я обязательно оставлю внизу в инфобоксе также для обработки срезов мы скроим обтачки и эти обтачки желательно продублировать ткань для домашнего платья нежная и очень мягкая и значит дублерин нам нужно тоже использовать мягкий полупрозрачный поэтому возьмите обязательно флизелин чем тоньше тем лучше для того чтобы он придавал прочность и плотность детали но при этом не утяжелял ее и не создавал излишний объем и толщину также нам понадобится нитка в цвет желательно не использовать армированную для нежных и тонких тканей можно использовать обычную полиэстеровую нитку и если вы будете обметывать срезы оверлоком 3 дополнительных полиэстеровых нитки срез можно также обработать зигзагом ну и помимо этого портновские ножницы булавки мелок и мерная лента конечно же первым делом нам необходимо будет смоделировать нашу базовую конструкцию базовые лекала полочку и спинку я перевела эти лекала на кальку и моделировать итак начнем с полочки с передней половинки нам необходимо определить верхний срез мы оформим его треугольником вам необходимо замерить желаемый уровень верхнего уголка от выше плечевой точки у меня это 17 сантиметров поставим эту точку прямо под выше плечевой точкой далее необходимо определить самый глубокий уровень от среза горловины от середины полочки необходимо определить самый глубокий уровень у меня это 16 сантиметров ставим отметку а затем соединяем линейкой и высшую точку соединяем с точкой по боковому срезу далее спинка я просто провожу перпендикуляр к среднему срезу то есть к середине спинки линию под прямым углом далее вытачка если вы хотите чтобы ваше платье сидело хорошо на вашей фигуре и в этой области не образовывалось лишних пузырей волн и пустоты то вам стоит сохранить нагрудную вытачку она будет совсем незаметной но благодаря ей платье сядет отлично по поводу талиевых вытачек вы можете их исключить при желании если вам не нужно дополнительного облегания по силуэту и вы хотите полусвободного полуприлегающего силуэта платья теперь лекала по этим линиям можем разрезать по верхней части можем замерить сразу же длину бретелей это полоски которые будут проходить через плечо на которой вы держаться это платье замеряем отрезок от выше плечевой точки у основания шеи до уголка затем к этой величине прибавляем длину от выше плечевой точки по спинке и спускаемся вниз можете запомнить длину своей бретели чуть позже мы к ней вернемся и скроим ну а сейчас скроим две детали полочку взгиб посередине и спинку также взгиб посередине чтобы у нас не было лишних швов а вниз просто продолжаете по линии бедер до необходимого уровня низа скроили детали не забудьте оставить по всем срезам по одному сантиметру затем сметываем вручную и стачиваем вытачки я решила оставить только на грудную вытачку талиевые вытачки сметывать и стачивать я не буду далее переворачиваем полочку лицом наверх и лицом к лицу прикладываем спинку соединяем верхние точки бокового среза и продолжаем соединять до самого низа закрепляем булавками сметываем вручную а затем стачиваем и очень важный момент выбирайте иголки самые тонкие для сметывания можно использовать даже иголки предназначенные для бисера а для стачивания на машинке используйте 70 либо 80 размер иголок иначе иголки оставят затяжки на вашей ткани и их будет сложно удалить стачали боковые срезы а потом обметали их зигзагом либо оверлоком а сейчас перейдем к самой красивой части если ваше кружево по двум сторонам имеет одинаковый узор то вы можете просто сложить кружево пополам и разрезать далее аккуратно разложите платье если ваша ткань сильно играет тянется в разные стороны то лучше это сделать с бумажными выкройками лекалами нам необходимо наложить кружево придумать как оно будет лежать к примеру вы можете расположить его одинаковой шириной вдоль верхних срезов с одной стороны и с другой если вы приложите таким образом то две половинки будут стачиваться вот в этом месте следите чтобы рисунок был обязательно симметричным и зеркальным можно к примеру приложить немножко другим образом сверху оставить большую ширину а ближе к центру эту ширину сократить практически до минимума если вы будете притачивать кружево в сторону бокового шва то вы можете приложить кружево с таким же отступом наверху и свести его на нет к низу то есть в таком случае она будет выглядеть примерно так что еще можно сделать к примеру вы можете оставить кружево только по центральной части такую тоже часто встречается а по остальным срезом его не будет вы можете приточать кружево одинаковой ширины полоски вдоль всего среза не только по полотке но и по спинке и так определили прямо на лекалах ширину обязательно заложите по 5 миллиметров на швы с каждой стороны моя центральная деталь такая же как и боковая вот таким образом они будут выглядеть когда будете кроить детали обязательно обратите внимание на лицевую сторону кружева и ее изнаночную на первый взгляд может показаться что обе стороны одинаковые но на самом деле они сильно различаются к примеру приглядитесь к переплетению по лицевой части переплетение нити особенное что создает к уловимый сатиновый блеск по изнаночной стороне этого блеска уже не так много также как правило кружева по лицевой части имеет больше рельеф если вы приглядитесь прощупайте ткань то вы заметите что по лицевой части рельефы особенно по очертаниям букетов и цветов намного больше и выражение нежели по изнанке изнанка как правило практически плоская и равномерная вдоль всей изнаночной стороны полотна если вы скроили также кружева то сложите его лицом к лицу совмещая срезы по всем сторонам и прострочите вот этот средний срез для того чтобы она стала единым и образовывала вот такой треугольник в самом начале мы замерили длину которая предназначена для бретели по полочке и по спинке сложили эти два значения и получили длину бретели теперь к этой длине прибавляем по сантиметру на швы с каждой стороны и краем полоску длиной с этой величину а в ширину 2 сантиметра если вы скроите полоску шириной 2 сантиметра то в готовом виде полоска будет шириной 5 миллиметров это достаточно аккуратная узкая полоска складываем эту полоску пополам так чтобы лицо осталось внутри и стачиваем на 5 миллиметров от срезов и теперь нам нужно будет ее вывернуть для этого возьмем маленькую булавку захватим с одного конца и заведем аккуратно булавку вовнутрь вот так наша булавка перемещается булавка приближается уже ко второму кончику выходит мы ее вытягиваем и полоска готова вы можете ее поутюжить сразу прикрепим полоски бретели прикладываем к лицу платье так чтобы хвостик смотрел сторону среза в сторону края и прикрепляем далее под этими точками только уже по спинке можем приложить вторые концы прикрепили пред прикрепили бретели обязательно проверьте на симметричность чтобы полоски по спинке были на одинаковом расстоянии к примеру от шва прикреплять полоски по спинке не обязательно на том же уровне что и по передней половине по полочке их можно сместить чуть ближе к центру либо даже замкнуть их в середине задней половинки следующий этап приточаем кружево и так платье лежит лицом наверх и лицом к лицу мы прикладываем кружево соединяя вот эти два уголка вот таким образом пока не обращайте внимание на то что срезы абсолютно различаются уголок у платья смотрит в одну сторону а у кружева в другую теперь берем один кончик прикрепляем его к середине полочки а потом просто распределяем оставшиеся отрезок и так прикрепили одну сторону теперь вторую просто подправляем срез кружева и прикрепляем его теперь то же самое повторяем со второй половинкой нам необходим будет дополнительная деталь которая сможет аккуратно обработать эти срезы если мы просто застрочим и обметаем и затем вывернем все срезы наизнанку то они будут выворачиваться и под кружевом вы будете видеть припуски нашу и строчку оверлог обметку и для того чтобы это было аккуратнее мы скроим обтачку вдоль всего верхнего среза ну а теперь скроим обтачку деталь которая понадобится нам для обработки верхнего среза обтачка деталь которая повторяет все очертания срезов но имеет ширину от пяти до семи в среднем сантиметров к примеру вы можете от верхнего среза по детали спинки опуститься на пять сантиметров и провести линию то же самое сделаем и по полочке по полочке обтачка имеет также угол мы можем скроить ее немножко иначе к примеру просто по прямой либо округлить ее отделим обтачки и теперь краем также как мы краили основные детали середину обтачки по полочке краем сгиб также середину обтачки по спинке краем сгиб то есть у нас было два боковых шва если у вас осталась талевая вытачка на обтачке по спинке то вы можете просто прорезать ее до конца и маленький кончик вытачки закрыть таким образом обтачка по спинке будет иметь слегка округлую форму обтачки необходимо будет продублировать флизелином а затем положить обтачку полочки лицом наверх и приложить к ней лицом к лицу обтачку по спинке соединяем по боковым срезом а затем сметываем вручную и стачиваем на машинке по двум сторонам после того как соединить обтачку по двум боковым сторонам обметайте нижний срез на оверлоке либо зигзагом для того чтобы он не осыпался а вот боковые швы по обтачке обметывать не нужно поскольку они все равно скроются ну а теперь прикрепим обтачку к платью соединяем лицо платья с лицом обтачки соединим уголки посередине верхние уголки обязательно следите чтобы боковой шов по платью совпадал с боковым швом по обтачке это очень важно и закрепляем все промежутки вы можете просто переставить эти булавки закрепляю уже таким образом и обтачку затем даем строчку на 5 миллиметров либо на сантиметр как правило обтачку притачивают на 5 миллиметров от края но ничего страшного если мы приточаем и на сантиметр в самых округлых и угловатых местах мы затем сделаем небольшие надсечки притачали обтачку а теперь все срезы направьте в сторону обтачки и по лицевой стороне обтачки дайте строчку на 1-2 миллиметра от шва так она не будет выворачиваться на лицевую сторону также прикрепите боковой шов по обтачке боковому шву по платью либо просто подцепите вручную сделайте пару стежков либо прострочите на машинке также пару стежков вперед-назад для того чтобы уголок посередине полочки передней половинки вывернулся хорошо и без всяких заломов вам необходимо подрезать середину не доходя на 1 миллиметр до шва это позволит аккуратно вывернуть уголок и он будет ровным и плоским а вот эти верхние уголки для того чтобы они не образовывали толщину нам необходимо подрезать также не доходя на 1-2 миллиметра до шва и выворачиваем и нам остается прикрепить бретель к шву по кружеву вы просто накладываете бретель вдоль шва и прикрепляете а затем аккуратно даем строчку для низа изделия краем полоску равна длине низа изделия вы можете замерить ее можете просто приложить кружева но в таком случае будьте внимательны чтобы вы его не растягивали иначе вам его просто не хватит когда вы будете притачивать его к платью по низу я буду притачивать его во всю ширину скроили полоску складываем кружевную полоску пополам стачиваем один срез и затем прикрепляем к низу изделия в круговую но прежде нам необходимо обработать срезы низа вы можете просто загнуть два раза к примеру по сантиметру либо по 5 миллиметров закрепить булавкой сметать и прострочить на миллиметр от верхнего края можно просто обметать срезы зигзагом либо оверлоком подогнуть на 5 миллиметров либо на сантиметр и дать строчку также в круговую а только потом притачивать кружево кружево по низу изделия уже притачено верхний край кружевной полоски и немного завела вовнутрь прямо на ткань все потому что верхний край красивый также как и нижний сначала я прострочила по прямой вдоль всего низа изделия в круговую а затем дала по верхним краям строчку треугольником поднимаясь от нижнего угла до верха и снова к нижнему и снова наверх благодаря такой строчке кружева не отходит и прекрасно фиксируется такая нежность у нас получилась обязательно шейте как видите это очень просто а выглядит великолепно верхние срезы можно обрабатывать не только обтачкой можно обработать к примеру косой бейкой как вы больше любите разумеется если ваша ткань полупрозрачная и светлая то обтачки лучше избегать поскольку она будет просвечивать в таком случае возможно стоит обработать как раз косой бейкой ну а для темных тканей которые не просвечивают можно использовать обтачку я желаю вам успешного дня до встречи пока а